Сегодня в режиме видеоконференции прошло заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Разговор в окружной студии зашел у пожарной безопасности пришкольных лагерей и образовательных учреждений в период подготовки к новому учебному году и о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона. Максим Швец продолжит тему. Остается совсем немного времени до того, как в школах прозвенит последний звонок, и у тысячи мальчишек и девчонок начнутся самые продолжительные каникулы. Во всех муниципалитетах в летний период начнут работу лагеря с дневным пребыванием детей, а это значит, что уже сейчас необходимо досконально проработать все вопросы относительно безопасности школьников. Все необходимые мероприятия на сегодняшний день начаты во всех муниципальных образованиях с целью обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях проводится работа по подготовке помещений, приему детей, обеспечению безопасности их жизни и здоровья, выполнение требований комплексной безопасности, в том числе антитеррористической, санитарных и противопожарных правил, подбору расстановки педагогических каров, персонала пищеблоков, ну и так далее. Еще один вопрос, который обсудили в рамках заседания. Это мероприятия направлены на обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона. Что касается нашего муниципалитета, то оборудованных мест для купания в пределах города нет, но этот факт не останавливает желающих искупаться на свой страх и риск. Есть у нас несанкционированные места, это на речке Холмей, там люди отдыхают, но как такового пляжа там оборудованного нет, и поэтому также считается, что там запрещено купаться. В районе деревни Комятская, хотя там выставлены знаки, что купание запрещено, потому что дно, во-первых, не соответствует предъявляемым требованиям, грязное дно, всякие коряги, бревна и тому подобное. Это, как всегда, приводит к летальным случаям, потому что люди купаются, не знают, что под водой находится, ныряют, прыгают, и в конечном итоге происходят летальные случаи. Хотя за прошлый год у нас на территории города Лободнанги, муниципального города Лободнанги, таких случаев зарегистрировано не было. В завершении заседания также затронули тему паводкового периода. Но Лободнанги к числу подтопляемых территорий округа не относятся, и вопросы заместителя губернатора Михаила Кагана были адресованы представителям других муниципалитетов. Максим Швецкий, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова